Кстати, ребятам, которые меня два дня назад застрелили, я передаю огромный пламенный привет, приглашаю еще раз, могут попытаться. Мои друзья мне передали, что на одном из англоязычных сайтов, сначала в Испании, потом на одном из англоязычных сайтов появилась информация, что командир добровольческого коммунистического отряда с позывным Аркадьевич был застрелен. Причем она была привязана к нашим испанским друзьям, к нашим добровольцам, которые воюют в составе отряда. Ну вот, теперь я по праву призрак, дважды причем, потому что в полном составе наш отряд уничтожили, по-моему, по сообщениям украинских СМИ, числа 27-го, до единого всех. Ну, как видите. Коммунистический отряд уничтожили, да? Да, сначала коммунистический отряд, потом для верности меня отдельно, через пару-тройку недель. Какая сейчас у вас загробная жизнь, обстановка в последние дни? Как по-моему, я себе подразделение ведет боевую работу, учебно-боевую работу. То есть, следующих уничтожителей мы там встретим с удовольствием, благо есть чем. Так что это... Перемирие на данный момент соблюдается? Частично. Ну, конечно, стало гораздо тише, то есть, если нас до этого плющили ежедневно, то есть, мне будильника не надо было. Там 6 утра стабильно прилетало чего-нибудь. Перемирие – это не значит мир там и так далее. Новороссия в таком виде, в микровиде – это ни о чем. У нас половина отряда имеет родственников на оккупированной территории. Среди нас она так и называется – оккупированная территория. Поэтому, как я буду бойцам отряда смотреть в глаза, да, если мы не дойдем там до Харькова, до Одессы? Есть настрой, да, идти вперед? Конечно. Докуда? А? Докуда? У меня лично. Сначала до Львова. А там... Я говорю, у меня мечта – получить единственную награду. Потому что я вообще за наградами не гонюсь никогда. Вот. Но вот медаль за взятие Львова я буду перевешивать с костюма на костюм. Причем не просто взять Львов, а провести Нюрнбергский процесс. А там дальше посмотрим. Там много куда. В Брюсселе есть, например. Там тоже есть вопросы, на которые надо ответить. За что убили сейчас десятки тысяч жителей Украины, да? За что убили массу мирных людей? Все прекрасно знают соотношение потери ополчения и мирных жителей. Оно, наверное, по-сумасшедшему превышает все предыдущие конфликты. Может, в Африке где-то так же резали мирных жителей. То есть ВСУ за преступление должно ответить. Те, кто их спонсирует, обязаны ответить. Надеюсь, что доживу до этого времени. Ну, не доживу. У меня там есть комиссар, кто не доживет. Есть другие командиры. Все равно кто-то дойдет.